В эфире служба новостей Саров, 24 в студии, Константин Перевозчиков. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. Кто мусорит, люди или квадратные метры? На заседании Думского комитета народные избранники обсудили возможность пересмотра платы за вывоз мусора. Лес рубят, щепки летят. Очередное обращение в городской дозон. Юбилейная дата. Лицей номер 15 отметил 60 лет со дня образования. Далее расскажем обо всем подробно. Депутаты продолжают обсуждать вопросы, касающиеся вывоза твердых коммунальных отходов. После внедрения мусорной реформы в городскую думу поступило много обращений горожан, которые были не согласны с тем, что плату за эту услугу высчитывают исходя из количества квадратных метров, а не людей, которые этот мусор производят. Новый тариф за вывоз мусора особенно сильно ударил по кошельку одиноких пенсионеров, которые живут в многоквартирных домах. Неоднократно они обращались к депутатам городской думы с просьбой как-то повлиять на эту ситуацию. Прежде чем предпринять какие-то шаги, народные избранники обратились в другие муниципальные образования региона, чтобы узнать их мнение на этот счет. Практически все согласны с тем, что необходимы изменения. Тем не менее, для одиноких проживающих считать разумным ввести плату не с квадратного метра, а с проживающих. Однако у этой инициативы есть и подводные камни. Введение платы, исходя из количества людей, может ударить по многодетным семьям. В любом случае найти золотую середину будет очень сложно, что все равно какая-то категория граждан в определенной степени пострадает. Здесь будет зависеть в определенной степени от стоимости компенсации, которая, возможно, нивелирует вот эту вот проблему. Депутаты решили продолжить обсуждение этой проблемы, чтобы в дальнейшем выступить с инициативой о пересмотре платы за вывоз мусора в правительстве Нижегородской области. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. В рубрику «Городской дозор» обратились жильцы одного из домов в Старом районе. Они решили разобраться, почему коммунальщики срезают кустарники и кроны деревьев, находящихся у них во дворе. Жильцы обеспокоены тем, что после этой процедуры зеленые насаждения погибнут. Кому понадобилась санитарная обрезка деревьев, выясняла наша съемочная группа. Еще прошлой весной на этих тополях набухали почки и распускались листья. Деревья и кустарники отделяли детскую площадку от пыльной дороги и радовали глаз жителей домов. Однако в этом году зеленые насаждения не дождались периода цветения. Это уничтожение. Это не кронирование, это не какие-то благие дела, это просто уничтожение. Сейчас, если вы посмотрите, вы видите уродливое, пустое, уничтоженное пространство. Ни кустов, ни кустарника, вот эти несчастные, плачущие, плачущие деревья. Как рассказывают жильцы, коммунальщики срезали ветви деревьев и раньше, правда тогда это не вызывало опасений. После последнего визита рабочих управляющей компанией остались лишь большие кучи срезанных веток, пни и голые стволы деревьев. Жители ближайшего дома выяснили, кто решил лишить весь двор зеленых насаждений. Происходит, что заявка одного жителя явилась основанием для вырубки деревьев, обрезки всего. То есть один житель за весь двор, а здесь несколько домов окружает наш двор, за всех решила она одна. Как рассказывает Надежда Барышникова, свет в ее квартире включен даже днем. А все потому, что кроны деревьев не пропускают солнечные лучи. Это подтверждает и заключение СС. Ситуацию спасет кронирование лишь двух высоких деревьев рядом с окнами ее квартиры на первом этаже. Только почему-то под эту процедуру попали и многие другие зеленые насаждения во дворе. Меня интересует, чтобы у меня был в квартире свет, чтобы у меня внуки рисовали не всегда с лампами. Хотелось бы вот эти вот кроны, вот эти вот обрезы, чтобы они не соединялись, эти два дерева. Вот, вот эту вот крону, чтобы лучи света хоть как-то проникали. Кронированием называют спил сухих ветвей. Это необходимая мера по уходу за зелеными насаждениями. Причем нужна она как самим деревьям, так и людям. Кронированию прибегают при угрозе обламывания веток, при их низком нависании над тротуарами или дорогами. Эта процедура будет эффективна, если проводить ее правильно. В противном случае дерево можно повредить вплоть до остановки роста, что равно его уничтожению. Мы делаем санитарную обрезку деревьев, старых деревьев, кустарники опиливаем, то есть по заявкам жителей. Как правило, жители регулируют. В основном жители, они показывают то, что нужно спилить, чтобы хотели, чтобы мы спилили. В России заработала федеральная горячая линия по защите животных. Любой гражданин сможет сообщить сведения о зверской расправе человека над четвероногими. Также на линии смогут обратиться те, кто увидел раненое или нуждающееся в помощи животное. Специалисты помогут и людям, пострадавшим от нападения зверей. Им будет оказана бесплатная юридическая, медицинская и психологическая помощь. Звонки принимаются с 8 утра до 8 вечера по телефону 8 800 600 70 82. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 29 апреля глава администрации Сарова Алексей Голубев проведет личный прием граждан. Записаться на встречу можно будет во вторник, 23 апреля. В 128 кабинете здания городской администрации с 8.30 до 17.30. При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 59 и 9 77 70. В Центре поддержки предпринимательства расскажут об особенностях использования онлайн-касс при оказании транспортных услуг. 11 апреля там пройдет обучающий семинар, посвященный последним изменениям закона об использовании контрольно-кассовой техники. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону 9 92 63 и 9 92 64. Семинар пройдет в здании центра по адресу проспект Октябрьский, дом 13, начало в 14 часов. Волонтеры гуманитарного склада опубликовали список вещей, в которых сейчас остро нуждаются соровчения, оказавшиеся в непростой ситуации. В первую очередь требуются холодильники, за которыми часто обращаются многодетные семьи и одиноко проживающие граждане. Также заканчиваются детские и взрослые памперсы, впитывающие пеленки, одежды обувь больших размеров. Все это можно приносить в церковный гуманитарный склад по адресу улица Пушкина, дом 24А. Он работает во вторник и четверг с 17 до 19 и в субботу с 9 до 12 часов. Лицея номер 15 отметил 60-летний юбилей. По случаю праздника в молодежном центре прошел торжественный вечер. Администрация лицея, учителя и ветераны педагогического труда принимали поздравления от первых лиц города. За профессиональные успехи преподаватели наградили почетными грамотами. На празднование юбилея побывала наша съемочная группа. 283 обладателя золотых и серебряных медалей, 25 стобальников по итогам единого государственного экзамена, 16 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Такие высокие результаты – заслуга работы педагогического коллектива и грамотного управления. В 15-м лицее работает один из самых лучших педагогических коллективов. Творческий, мудрый, очень профессиональный и самое главное – бережно относящийся как к своим детям, так и к своим родителям. За 60 лет в стенах здания накоплен богатейший педагогический опыт. Сегодня в приоритете инженерное образование и углубленное изучение точных наук. Школа – это постоянно развивающийся механизм, поэтому мы постоянно смотрим вперед. Безусловно, самое главное для нас – сохранив те традиции, богатейшие традиции, которые есть у лицея, двигаться дальше. Олимпиадный рейтинг, образовательные результаты, конкурентная способность выпускников. На протяжении нескольких лет 15-й лицее попадает в топы лучших школ России по различным направлениям. За последние десятилетия более 500 выпускников успешно сдали и поступили в ведущие вузы страны. Это гордость. Мы гордимся, что учились именно в этой школе, что мы были сначала гимназистами, потом лицеистами и закончили в этом звании. Наша школа известна не только в нашем городе. Я училась в Нижнем, Настя в Питере, как бы даже там знают нашу школу. Свою школу и любимых учителей выпускники вспоминают самыми теплыми словами. В день празднования юбилея они вышли на сцену вместе с теми, кто носит гордое звание лицеиста сегодня. Мои незабываемые школьные годы сделала Марина Леонидовна Михалева. Марина Леонидовна вспоминают все абсолютно. И она сделала невозможное. Мы бежали в школу, мы прям летели туда. Мы хотели не только учиться, но и творить. Весь вечер коллектив лицея принимал слова поздравления и подарки от гостей. В честь юбилея педагогов наградили грамотными и благодарственными письмами. Студенты САРФТИ стали победителями и призерами заключительного этапа студенческой олимпиады «Я профессионал». Важная особенность этого конкурса – практическая ориентация. Олимпиада направлена на выстраивание прямого взаимодействия между молодыми специалистами и представителями передового бизнеса и промышленности. Олимпиада дает льготы при поступлении в ведущие вузы страны. А в дальнейшем – возможность устроиться на работу своей мечты. Свободное от учебы время Александр Буркацкий с другом проводит с пользой. В маленькой студенческой лаборатории они ставят научные опыты, цель которых в перспективе – найти альтернативный источник энергии. Представьте, у вас есть жидкость, ну, например, вода. Вы воздействуете на нее ультразвуком, и за счет ультразвука вы улавливаете или создаете пузырьки, которые при схлопывании излучают свет. В них достигаются высокие температуры, давление. И, возможно, в таких системах в будущем создать акустический термоядерный синтез. Своё будущее Александр мечтает связать с наукой и госкорпорацией «Росатом». Чтобы повысить свои шансы на трудоустройство, уже сегодня он принимает активное участие во всевозможных научных форумах, семинарах и олимпиадах. С последнего научного состязания «Я профессионал» Александр привез бронзовую награду. Самым сложным было подготовиться к олимпиаде, потому как олимпиада не совсем по моему направлению подготовки. Я учусь на прикладной математике и физике, кафедре экспериментальной физики, а олимпиада по направлению ядерной физики и технологии. В рамках практической части олимпиады участникам пришлось решать задачи с помощью системы «Логос», которая была разработана в ядерном центре в НИЭФ. Это дало молодому человеку некоторые преимущества при подготовке к олимпиаде. Всего на участие в НИЭИ со всей страны было подано более полумиллиона заявок по более чем 50 научным направлениям. Награда Александра Буркацкого для Саровского вуза значит очень много. Это говорит о качестве образования. Ну, представляете, из трех медалей не я у МИФИ, а одна наша. И всего на всю Россию бронзовых медалей там около 190. По заверениям самих студентов, победа на этой олимпиаде – это еще один шажок к их цели – стать значимыми членами научного сообщества России, быть полезными для страны и сделать хотя бы одно, но очень важное открытие в науке. Конкурс для воспитанников детских садов «Веселые ноги» собрал самых ярких и творческих ребят со всего города. Большинство из них делают свои первые шаги на сцене. За победу боролись порядка 200 участников. Творческие номера на фестивале «Веселее встречай друзей» были представлены в четырех номинациях – вокал, театр танца, оригинальный жанр, инструментальная музыка. Подробности в следующем репортаже. Тая Погодина с трех лет занимается вокалом и не раз представляла свой детский сад на городских мероприятиях. На галоконцерте в Доме молодежи девочка выступила с песней «Три веселых зайчика». Сначала в песни к ним приходят, с леса во вторую куплет, и в ок, а в третью – медведь. Мне очень нравится петь, и я в будущем стану настоящей певицей. Ребята из сорокового детского сада на галоконцерте в Доме молодежи представили танец «Веселые друзья». К выступлению они активно готовились несколько месяцев. Мне понравились зрители, цвета, цветы, шоколадки. А больше всего мне понравилось танцевать веселые ребята. В этом году галоконцерт музыкального фестиваля для воспитанников детских садов организаторы назвали «Веселее встречать друзей». Прежде чем выступить в финале, малышам и их воспитателям предстояло пройти несколько отборочных этапов. Фестиваль этот проводит нас традиционно. Это итог галоконцерт той большой работы, которую осуществляли педагоги-дошкольники совместно, конечно, с родителями и детьми. Всего в финальном концерте приняло участие около 200 детей с 19 детских садов. На суд зрителей дошкольники представили вокальные и танцевальные номера, гимнастические этюды и оригинальные выступления детского оркестра. Всех юных артистов наградили памятными дипломами и сладкими подарками. Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите истории тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города на нашем канале в Ютубе и в группах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Блокадница Нина Николаевна Копякова была еще ребенком, когда пришла страшная, суровая и никого не жалеющая война. Женщина рассказывает, что тогда она, мама и ее старшая сестра спасались как могли. Перебирались из одного дома в другой, чтобы укрыться от бомб фашистов. Посылала мама меня в булочную. Прихожу, я стою за хлебушком, беру хлеб. А люди умирают, падают и сядут, их отодвигают в сторону и сядут, как ни в чем не бывало. Такое было равнодушие. Вы видите, какие люди были. Все слабые, болезненные. Январь и начало февраля 1942 года стали самыми страшными и критическими месяцами блокады. Первую половину января все неработающее население города никаких продуктов по карточкам не получало. Примеси в выдаваемом хлебе составляли 60%, а выработка электроэнергии сократилась до 4%. Питьевая вода стала большим дефицитом, а ее транспортировка в квартиры и учреждения настоящим подвигом. Крыс очень много было. Помнится мне до сих пор. Я никогда в жизни не забыла, чтобы были такого размера, а не с кошку были. Вот какие большие были. Представляете, какие крысы были? Большие. Как холодно мы, так голодовали мы. Блокаду не было, и воды не было, и света не было. С лампочкой мы сидели. Обед готовили на плите или на керосинке. Гибель от голода стала массовой. Специальные похоронные службы ежедневно подбирали на улицах сотни трупов. Как страшно было. Ой. Потом на носилках увозили кого. Это самая скорая приезжала. Ну не скорая, а какие машины были. Я просто не хочу, чтобы такое повторилось. Страх за то, что, если не дай бог, все будет такое опять. К моменту прорыва блокады в городе оставалось не более 800 тысяч человек гражданского населения. И уже 27 января 1944 года блокада была полностью снята. За эти годы погибло по разным данным от 400 до полутора миллионов человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов. Остальные 97% умерли от голода. Это лишь малая часть той огромной цены, которую заплатили наши предки за великую победу.